Всем большой привет! Очень рада приветствовать вас на моем канале и в этом видео я хочу вам рассказать о своих покупках обуви на это лето и также совсем немножечко будет одежда. Если вы подписаны на меня в инстаграм, то наверняка все эти покупки вы уже видели, но все равно я решила также записать еще такое видео. Где-нибудь здесь я, кстати, оставлю то, как я подписана в инстаграм, поэтому подписывайтесь на меня в инстаграм, потому что именно там все самые, скажем так, последние новости появляются гораздо раньше, чем на моем канале на ютубе. Давайте приступим и начать я хочу с обуви. В этом году я на лето купила себе пока что только две пары обуви и обе они на каблуках. Конечно же мне еще нужна будет обувь без каблуков какие-то, босоножки, может быть на небольшой платформе или вообще на плоском ходу, но пока такие я, к сожалению, еще не нашла, поэтому обзавелась двумя босоножками на каблуках. Итак, первые босоножки, кстати, обе эти пары обуви я покупала в магазине обувь марка и первые босоножки, которые я хочу вам показать, когда я их увидела, они мне сразу же безумно понравились, потому что они мне кажутся одновременно и стильными и в то же время женственными. Вот такая модель босоножек, они идут черного цвета в мелкий белый горошек. Мне очень нравится их форма, их каблук, то, что у них также закрытая пяточка. Я, в принципе, люблю обувь, именно вот, чтобы она была открытая, но пятка была закрыта. Мне такой фасон обуви всегда нравился. Материал у них очень приятный. Сверху это не натуральная кожа, а такой какой-то интересный материал, который похож вообще даже не знаю на что, то ли на какой-то бархат, то ли на замшу, что-то такое вообще среднее. И внутри у них уже идет стелька, и внутри они из натуральной кожи. Каблучок здесь, по-моему, 10 сантиметров, но он очень устойчивый, удобный. Я очень довольна этими босоножками, их на самом деле можно сочетать с огромным количеством одежды, и даже, в принципе, под любой стиль они могут подойти. Вот, у них такой довольно-таки универсальный цвет. Этот мелкий горошек, он отлично разбавляет данные босоножки, и смотрятся они стильно и красиво. Кстати, горох в этом сезоне очень актуален, поэтому тоже присмотритесь к вещам в горошек. И вторая пара обуви, которую я приобрела, почему-то очень многим моим подписчикам в инстаграм совершенно не понравилась, показалась им чересчур яркой, какой-то вызывающей. Но лично мне эти босоножки понравились, я считаю, что когда как ни летом носить что-то яркое, особенно яркую обувь, в принципе, ни в какой другой сезон, кроме лета, вы не сможете носить. Поэтому я и приобрела эти босоножки, они идут полностью из натуральной кожи, покупала их в том же самом магазине, что и предыдущие. И они от фирмы Индиана, это бразильская фирма, производство, разумеется, Бразилия. Может быть, вам данная фирма знакома, если у вас что-то было от этой фирмы из обуви, то, пожалуйста, пишите, мне будет очень интересно ваше мнение, потому что это моя первая покупка от этой фирмы, и я почитала в интернете про нее, и очень много хороших отзывов, что действительно у них классная, хорошая, качественная и удобная обувь. Что, кстати, могу сказать об этих босоножках, они безумно удобные, несмотря на свой каблук и отсутствие платформы. И выглядят они вот таким образом, очень яркого такого розового цвета фукси. Каблучок здесь такой же, как и в предыдущих, тоже 10 сантиметров. Также они удобные, очень нравятся мне вот эти переплетения, женственно красиво смотрятся на ножки, в то же время ярко. Также мне нравится, что здесь каблук другого цвета, отличающегося от основного. То есть, мне кажется, такая интересная задумка, и вообще у этой фирмы именно в летней обуви, в босоножках и туфлях очень много таких вариантов, когда основной цвет одного оттенка, а каблук какой-то интересный, с каким-то интересным, вернее, рисунком, дизайном. Каблук тоже полностью из натуральной кожи, в общем, они полностью внутри и снаружи тоже это все натуральная кожа. Также я себе еще приобрела новые часы. Для меня часы это, можно сказать, практически неотъемлемый аксессуар. Я часы очень люблю, остальные украшения я как-то, ну, так более-менее к ним спокойно отношусь, но часы я очень часто ношу, можно сказать, даже постоянно. Поэтому мне хотелось приобрести себе новенькие часики, именно какие-то маленькие, миниатюрные, такие аккуратные, женственные. Я смотрела очень много моделей и остановилась именно на фирме Ориент. Почему я выбрала именно эту фирму, многие мои подписчики спрашивали. Ну, во-первых, у моего мужа есть часы Ориент, и он ими доволен. Плюс к тому же у них огромный выбор моделей, вообще на любой вкус. То есть от самых классических, заканчивая какими-то экстравагантными моделями. И плюс к тому же у этой фирмы, конечно же, хорошее качество. Это известная фирма, думаю, многие, конечно, о ней знают. Она продается во многих часовых салонах и, ну, вообще, пользуется спросом. Также у них отличное соотношение, на мой взгляд, цена-качество. То есть есть у них и более дешевые модели, есть и подороже. Но в любом случае качество остается на уровне. И я заказала свои часики через интернет-магазин, который мне советовали мои подписчицы, кстати. Также у них есть салоны в Москве. Сразу говорю, это не реклама. Часы покупал за свои собственные деньги. И обошлись они мне в 9 тысяч рублей вместе с доставкой. Доставка, по-моему, стоила, что ли, 300 или, может быть, побольше рублей. Доставка была курьером. Итак, это часики от фирмы Ориент. Сейчас я вам сделаю вставку, покажу, как они выглядят в коробочке. Также, разумеется, конечно же, есть гарантия. Также был товарный чек, все остальные документы и так далее. Но их я не буду показывать, думаю, в этом нет никакой необходимости. Это гарантия от производителя. Также гарантия еще была от самого магазина. То есть часы 100% оригинал. Я даже в этом не сомневаюсь. Я уже относила их, чтобы укоротить ремешочек на часах. И даже мастер в часовом, в часовом мастерской, ну, тоже сразу же сказал, что это оригинал. Я просто спросила. Внутри этой белой коробочки идет вот такая классическая коробка часов Ориент. Внутри также здесь тоже идет инструкция, которую я также не буду открывать, подушечка. Ну, в общем, как-то так. Вот. И сами часики сейчас вам покажу. Я уже, конечно же, их ношу. Вот такие они маленькие, очень миниатюрные. Вы могли уже видеть их вблизи. Сейчас просто вам еще раз их покажу. У них сапфировое стекло, у этих часиков, чем оно отличается от минерального, например, такое, как в моих часах, вот Майкл Корс. Сапфировое стекло, оно красивее, скажем так, играет на солнце, дает такие красивые блики, отблески. Ну, и вообще оно, как бы, дороже ценится, чем минеральное стекло. Вот. Также здесь есть календарик с датой. И эти часы, они механические, да, их нужно подводить, но они идут с автоподзводом. То есть это означает, что подводить их каждый день совершенно не нужно. Достаточно того, что вы будете их часто носить. И при движении вот эта головка автоподзвода будет как-то их там заводить внутри. И поэтому ежедневный такой ручной завод часов, он абсолютно не требуется. Также, если они полежат, допустим, больше одного дня, можно будет их, перед тем, как использовать, немножко так встряхнуть, и они заведутся. В общем, очень классная модель. Они смотрятся красиво, на мой взгляд. Мне кажется, дорого достаточно, и при этом миниатюрно. На ручке также у них здесь есть водозащита. То есть именно в этой модели можно плавать. Если вам будет интересно, то я внизу оставлю ссылочки. Там есть более полное описание моей модели часов. Не буду здесь на этом останавливаться. Мне просто действительно понравилось то, как они выглядят внешне. И когда берешь их в руки, сразу чувствуется качество, то, что это хорошие, качественные часы. Вот, покажу вам их на ручке, как они смотрятся. Ношу их вот с таким тоненьким серебряным браслетиком. Мне кажется, очень симпатично. Вот давайте, наверное, их на руке я и оставлю. Перейдем к моей немногочисленной одежде, которую я приобрела. И первое, что хочу вам показать, это вот такая футболочка от магазина Бершка. И 100% хлопка у меня найдет в размере S. И сама эта футболка такая, ну, немножко свободная у нее крой. Поэтому обращайте на это внимание, если вдруг будете приобретать такую же футболку. Мне очень понравился ее, так скажем, принт. Мне он почему-то напомнил 80-е. Сейчас эта тема актуальна. Очень стильно она смотрится с джинсами, с джинсовыми юбками. Вообще классная футболка. Ну и, конечно же, 100% хлопок. Это на лето немаловажно, чтобы вещь была из качественных натуральных материалов. Следующая это джинсовая юбка черного цвета из магазина H&M. Она идет с обрезанным таким необработанным краем и также разрезом, даже не разрезом, а таким каким-то вырезом спереди. Я эту юбку заказывала в размере 36, но она оказалась мне немножко свободна как-то вот в бедрах, в талии вообще нормально. Но по бедрам она была действительно свободна, как-то не очень смотрелась. Поэтому мне пришлось отнести ее в швейную мастерскую, к швее, чтобы мне ее как-то заузили, сделали больше по фигуре. Теперь, конечно, она гораздо лучше смотрится. Мне эта юбка нравится именно тем, что вообще сейчас дним крайне актуален во всех проявлениях разных цветов. И знаете, такая черная джинсовая юбка, мне кажется, это тоже классный вариант на лето. Потому что синие юбки, они немножко даже, можно сказать, ну не то чтобы поднадоели, но они везде. А вот такие черные не так часто можно встретить. Плюс, к тому же, она не совсем прям, знаете, угольно черная, а такая немного потерта черная, что создает эффект даже темно-серого цвета. Такой у нее модный фасон. Я очень довольна за юбкой, качество у нее отлично. Также этот цвет классно тем, что можно сочетать с огромным количеством одежды. Можно и днем надеть, и вечером, и даже, например, с яркими босоножками. И почему бы и нет, тоже будет классно смотреться. В магазине Pull&Bear я приобрела себе классные такие брючки на лето, темно-синего цвета, в белую полоску. Полоска, как и горох, сейчас очень актуальна. Особенно именно вот такая вертикальная полоска, она стройнит. Ну и вообще как-то действительно стильно смотрится. Они также у меня в размере S. Здесь они идут на резиночке. Сзади у них такой один карманчик обманка. Также есть кармашки по бокам. И мне очень понравилось то, что внизу здесь такие подворотики есть. Это, мне кажется, всегда очень стильно смотрится. Они такие немножко укороченные. Можно с разными вещами их сочетать. И в мой гардероб они отлично вписываются. Тоже у них хороший состав, кстати, практически, ну там где-то 90% хлопка и немножко там есть синтетики. И последнее, что я вам хочу показать из одежды, это моя новая юбка от магазина Be Free. Кстати, этот магазин мне тоже нравится. Часто у них бывают какие-то интересные вещи. И вот эта юбка, это просто мой любимый вообще фасон юбок на лето. Такая юбка, ну не знаю, солнце, да, или немножко такая расклешенная юбка. Не знаю, как правильно называется эта модель. Я обожаю такие юбки и короткие, и как более длинные. Это, наверное, идет как миди-юбка. Я ее заказала, то есть, вернее, купила в размере S. Сзади у нее здесь такой потайной замочек. Также очень классно, что у этой юбки есть карманы. Это очень здорово. Вообще она классно, очень женственно смотрится. Также у нее темно-синяя вертикальная полоска. Эти юбки также еще были в таком светло-желтом, темно-синим и в белом цвете. В тонкую красную полоску. Я вот выбирала между этой и той, которая в тонкую красную полоску. Тоже оставляла пост в Инстаграм. Но вот когда я все-таки примерила на себя эти обе юбки, то эта мне понравилась больше расцветка, потому что она смотрится как-то ярче, интереснее и тоже с разной одеждой, в принципе, можно ее сочетать. Но, конечно же, верх должен быть более сдержанный. Но, тем не менее, тоже под разные образы она подойдет. У нее, кстати, плотный материал. Многим это почему-то не нравится. Но на наше лето, а у нас бывает довольно-таки прохладно даже летом, отлично подойдет. Тем более, например, на летний вечер вообще будет супер. Также мне даже кажется, что эту юбку вполне можно носить и вот с этими моими босоножками. Почему бы и нет? Просто надеть какую-то белую футболку или маечку, чтобы не было, скажем так, перегруза в образе, и будет очень здорово. Так что это все. Вот такие у меня были покупки. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Мне будет очень интересно, как всегда, их почитать. Но я с вами прощаюсь, и мы увидимся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok